Ограничительные меры в республике продлены сразу на два месяца вперед вместо привычного одного. А значит и ситуация с COVID-19 в регионе значительно хуже обычной. Пока жесткого локдауна нет, ограничений не так много. В привычном графике работают госучреждения, да и коммерческой деятельности не особо много вопросов. Главное соблюдать дистанцию, носить маски, периодически проводить обеззараживание помещений. Этот супермаркет – первый магазин, попавший под объектив нашей камеры. Снаружи все требования соблюдаются. Но как обстоят дела внутри? Как вообще люди соблюдают масочный режим? Как вообще дела обстоят? Ничего соблюдают, нормально соблюдают. А посетители соблюдают? Ну да, кто бережет себя, я соблюдаю. А при входе что вы говорите вообще? Предупреждаете, что нужно соблюдать дистанцию? У нас все выросло, масочный режим, дистанция. Стараемся как-то. Посетители в магазине так и не появились. Направляемся дальше по маршруту. На очереди отделение почтовой связи Малгабека. Снаружи и тут все требования соблюдены. А вот внутри в масках только работники отделения. Посетители же без них. Ограничения коснулись не только магазинов, но и мест общепита. Однако к ним требования еще строже. Кроме привычных мер, кафе, рестораны должны соблюдать ограничения временные. Посетителей можно принимать только до 21 вечера. После работать только на вынос. На часах, когда мы посетили это кафе, не вечер. Но администратор заверил, что все меры они соблюдают. А снаружи вывеска, что после 7 только на вынос, вы и так работаете? Да, да. Мы в половину седьмого мы не закрываем, потому что у нас вполне должна быть, чтобы вложницы приходят. В 8 уже закрываемся. Все. Только на вынос работаете, да? Только на вынос. И то в 9 закрываемся полностью. А антисептики есть? Все есть. Все, пожалуйста. Вон, смотрите, это для себя лично. Вот еще. Смотрите. Все умеется. А вот сегодня у вас пусто. А у посетителей как относятся к тому, что вы говорите, там маски надевать, сохранять дистанцию? Как они относятся вообще? Ну, есть, которые сами соблюдают. Есть, которые вообще... Говорим, что близко не подходили, чтобы... Все же видят, что и ворву, ворви. То, конечно, он соблюдает. Как люди относятся к этому? Нормально. Далее на очереди магазин в центре города. Посетителей и тут нет. Продавец в маске, да и другие меры соблюдаются. А вот стертые ограничительные разметки обещают обновить в ближайшее время. Полосы, я вижу, стерлись у вас. Обновлять планируете? Собираетесь? Сделаем. Делаете? Там просто дистанция должна быть полтора метра, и полосы должны быть четкие и разделительные. Сделаем? Просто есть вероятность, что вас как бы оштрафовать могут за это дело. Там Роспотребнадзор и администрация с проверками ездят. Поэтому должны соблюдаться ограничительные меры, потому что есть указ главы республики, они продлены у нас до первого сентября. До первого сентября? До первого сентября, да, продлены. Так что... Хорошо, сделаем. Надо обновлять. Обновим. Обновим. Напомним, ограничительные меры в регионе продлены до первого сентября. Все это из-за резкого роста числа вновь выявленных случаев заболевания. Их количество перевалило за полсотню. А лечением в больницах республики проходят более 400 человек. Муслим Гани, Васхабила, Киев. Новости 24.